Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика». О главных новостях региона расскажут мои коллеги и я, Ольга Алексеева. Сегодня выпуски. А у вас в квартире газ, исправность плит, колонок и другого газового оборудования жителей проверяют в Канаше. Говорит и показывает, во всем мире отмечают День телевидения. На повестке дня – качество. В Чебоксарах стартовал 15-й межрегиональный бизнес-форум. Качество превыше всего. Чебоксары принимают участников межрегионального форума «Стратегия и практика успешного бизнеса». 15-й по счету форум по традиции посвящен Всемирному дню качества и Европейской неделе качества. Что обсуждали на форуме и какие проблемы поднимали специалисты, знает моя коллега Наталья Мальчикова. Вопросы качества никогда не теряют актуальность. И меняются законодательства, стандарты, подходы к реализации. Но неизменным остается одно – высокие требования к качеству выпускаемой продукции. От качества и цены зависит спрос или заказы на ваши производимые продукции или, соответственно, услуги. Все они, каждый на своем месте, в своем регионе ведут большую работу в этом направлении. Научные исследования в области сертификации, их практическое применение, взаимосвязь, качество и производительность труда. В республике активно внедряются новые технологии, методики. Идет обновление производственного фонда предприятий. Это небольшая республика, но она достигает больших целей. У нее нет таких ресурсов, как у других. У них главный ресурс – это люди. И эти люди своим трудом, своим развитием решают серьезные задачи. Это очень хорошо. Предприятие, которое на 100% уверенно в качестве своей выпускаемой продукции, добровольно участвует в проекте «Национальная система сертификации». Это позволяет эффективно бороться с фальсификатом. Только в этом году в государственный реестр внесены 13 производителей. Все они составляют серьезную конкуренцию на международном рынке. Насколько качественные товары, зависит и спрос населения, и его здоровье, и дальнейшее существование предприятия. Вот над этим вопросом у нас очень серьезно мы работаем. У нас те объемы производства продовольственных товаров, которые есть на сегодня, они с каждым годом растут. В этом году мы, надеюсь, достигнем цифры 1 миллиарда. И достижение таких объемов невозможно без работы над качеством. Наши предприятия на уровне проводимых мероприятий, вот сельхозяйственная ярмарка в Москве была наше предзводственное предприятие, Ядринский мясокоминад. По ряду позиций завивались золотые и серебряные медали. Наш товар – это шотан праздничный Ядринский мясокоминад. По прошлому году вошел число 100 лучших товаров России, золотую и сотню. Работа, она продолжается повседневно. Вот задача такая, чтобы обеспечить население республики качественными товарами. Продукты агропромышленного комплекса отправляются в 31 страну. В тройке лидеров по экспорту – АКОНТ. Что касается повышения производительности труда, то в реализации национального проекта задействовано 21 предприятие. И здесь уместно вести речь о бережливом производстве. Это звень ядной цепи. Тогда и затраты уменьшатся, и зарплаты вырастут. Нам надо увеличивать доходы для самореализации молодежи и для тех, кто работает сегодня на производстве и занимается трудовой деятельностью в реальном секторе экономики. Поэтому обращаю внимание, без повышения производительности труда, конечно, проедать мы не можем, выплачивая зарплату, мы все это понимаем. Соответственно, с этой точки зрения, включая 2024 год, ежегодно средства, они определены в государственной программе Российской Федерации по нашим региональным проектам. Я здесь, надеюсь, рассчитываю на вас. Премия главы в области социальной ответственности, марка качества Чувашской Республики и всероссийский конкурс «100 лучших товаров России». Лучшие в сфере оказания качественных услуг и производства получили награды. Наталья Мальчикова, Республика. Сегодня крупнейшее предприятие перерабатывающей отрасли Республики отмечает свое 45-летие. Широкий ассортимент производимой продукции, сплоченный коллектив, призовые места на выставках и форумах, все это о букете Чувашии. Хочу выразить искренние слова благодарности за ответственный труд, потому что вы не только сохраняете, укрепляете, приумножаете славные вековые традиции пивоварения российского многонационального народа, народа Чувашии. Глава Чувашии высоко оценил не только работу предприятия, но и его вклад в развитие экономики Республики. Я подписал сегодня указ. Это почетная грамота вашей организации как государственная награда, потому что вы трудитесь как управленческая команда, как одна большая семья на общий результат. Сегодня в столичном микрорайоне Новый город начал работу участковый пункт полиции. Как Чебоксарские улицы становятся безопасными, увидел мой коллега Дмитрий Ковалев. На охрану общественного порядка в Новом городе Сергей Степанов заступил в июне. Фронт его работы – сотни адресов. В стремительно растущем микрорайоне уже проживают свыше 10 тысяч человек. Теперь и участковый пункт полиции получил здесь постоянную прописку. Жильцы данных домов, то есть они молодые, но хорошие участковые пункт полиции находятся в Восточном 19. То есть людей там приглашали, туда приглашали, но при вызове сообщения всякие о характере, то есть о преступлении, либо административное повышение, то есть выезжали на дому. Участковых с новосельем приехал поздравить глава региона. Это 35-й по счету участковый пункт полиции в столице региона. Помощником стражей порядка стала система «Безопасный город». Никто не пройдет незамеченным. В рамках программы «Безопасный город» большинство дворов нового города оснащены видеокамерами. Прямо сейчас большой брат наблюдает за нашей съемочной группой. И вот видеозапись в архиве на очень долгое время. Благодаря таким записям преступления в республике раскрываются оперативно. К аппаратному комплексу подключили уже более 2,5 тысяч видеокамер. Система видеонаблюдения «Безопасный город» – это 100 километров линий связи, это порядка 20 видеосерверов, это 3,5 петабайт хранилища данных. Порядка 120 видеокамер у управляющих компаний. То есть всего мы планируем порядка 200 камер видеонаблюдения. Контролировать одновременно. На этом только участке. Так точно, в домик районе. Для участковых сегодня такая возможность. У нас в принципе по республике 100% обеспеченность компьютерной техникой. С чистого листа в участковом пункте начинает работать и совет по профилактике правонарушений. Главная его задача – предупреждать возможные преступления. Здесь очень много молодежи. И цель совета нашего направлена на профилактику предупреждения правонарушений. И очень активное будет направление у нас по работе с несовершеннолетними. Глава региона отметил, что новый участковый пункт должен стать залогом безопасности. Но самая главная задача наша, это органы власти, это охрана общественного порядка, обеспечение общественной безопасности, чтобы взаимодействовать со всеми органами государственной власти, муниципальных образований, правонарушений, чтобы своевременно выявлялись и правонарушители привлекались к ответственности. В ближайшие годы новые участковые пункты должны открыться и в других микрорайонах города. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев, Республика. Калининский районный суд вынес решение по делу о гибели рабочего при строительстве кадетского корпуса в Чебоксарах. Два года и шесть месяцев условного лишения свободы получил бывший гендиректор стройфирмы Старко. И полтора года тоже условно прораб. Напомню, 7 июля 2018 года во дворе кадетского корпуса имени Кочетова работавший там КАМАЗ провалился в бомбоубежище на глубину более 5 метров. 49-летний водитель погиб. В ходе судебного заседания было установлено, что указанные лица, уклонившись от установленных проектных решений, которые предусматривали демонтаж бомбоубежища, которое было обнаружено на месте строительства будущего кадетского корпуса, решили его не демонтировать, а провели кое-какие укрепляющие работы, что было явно недостаточно и не соответствовало установленным стандартам. Вино подсудимые в совершенном преступлении не признали, но в то же время прокуратура Калининского района города Чебоксара, которая поддерживала обвинение по данному делу, представила в суд неопровержимое доказательство виновности данных лиц в совершенном преступлении. Суд согласился с нашей позицией и назначил наказание руководителю фирмы Старкова в виде двух лет шести месяцев лишения свободы условно, а прорабу в виде одного года и шести месяцев лишения свободы условно. Данный приговор в закону силы пока не вступил. У страны обвинения и страны защиты имеется 10 дней для решения вопроса об его обжаловании. Средства массовой информации, включая наш телеканал, сообщили о вступлении в силу с 22 ноября приказа Минздрава России об обязательном прохождении водителями теста на наркотики и алкоголь при получении прав. Каждый такой тест в среднем должен был обойтись владельцу машины в 3-4 тысячи рублей в зависимости от региона. Новый порядок должен был вступить в силу в предстоящую пятницу. Сегодня утром в наркологических диспансерах страны образовались огромные очереди из желающих оформить права до наступления часа Х. В итоге в Министерстве здравоохранения страны решили отложить принятие нового порядка. Высказался на эту тему и Владимир Путин. По его словам, он узнал о нововведении из СМИ. Такой вопрос необходимо прорабатывать поэтапно, с умом, отметил глава государства. Сегодня Всемирный день телевидения. Праздник относительно молодой. Отмечается 23-й год по предложению Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций для того, чтобы привлечь внимание к роли телевидения в продвижении мира на Земле. Национальное телевидение «Чувашия» сегодня принимало гостей – будущих телевизионщиков. Ребят, которые мечтают стать журналистами, операторами, режиссерами монтажа. Мы ответили на множество вопросов, поделились профессиональными секретами. А еще с гордостью рассказали, что с 29 ноября передача НТРК «Чувашия» появится в эфире федерального телеканала «Общественное телевидение России». Здравствуйте! В эфире телепрогноз на осень. На территории страны установился уверенный прием цифрового телевидения. А уже в конце ноября в цифровом эфире появятся и программы региональных телеканалов. Они станут доступны утром и вечером на канале ОТР. Однако в некоторых регионах возможны кратковременные помехи в телевещании. При возникновении любых неполадок просто зайдите в меню телевизора и перенастройте каналы. Хорошего вам телевидения в любую погоду! С 6 до 7 утром и с 18 до 19 вечером там будут показывать наши самые яркие проекты и, конечно, программу «Республика». Ведь новости – это визитная карточка солидного телеканала. Поздравляем с Днем телевидения наших коллег и телезрителей, ведь мы работаем для вас. Мастер года 2020. Российский конкурс в этом году стал уже 12-м по счету. Поварское дело, кирпичная кладка, дизайн. Профессионалы разных областей соревнуются между собой. Но на этот раз к списку компетенций добавилось направление «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». О том, как проходит региональный этап конкурса этого направления Юлия Важенина. А ты знаешь, как пылесос устроен? Знаю. В эту половину будет всасываться пыль, а вот в этой половинке мы поместим электромотор с вентилятором. Эти профессионалы ни в чем не уступают мультипликационным мастерам винтику и шпунтику. Они знают, как устроен мотор, могут проверить тормозную систему и по звуку определить неисправность двигателя. Они профессионалы своего дела и каждый преподаватель СУЗов Республики. Но в этом конкурсе они не эксперты, а участники. В данном конкурсе у нас принимают участие или мастера профессионального образования, или преподаватели, имеющие стаж больше трех лет. Соответственно, здесь представляют у нас восемь техникумов, которые готовят по направлениям, связанным с ремонтом автомобилей. Для того, чтобы, во-первых, проверить себя, посмотреть, понять, к чему стремиться дальше. Потому что для того, чтобы, как говорится, заинтересовать студента, необходимо идти в ногу за временем. Ремонт двигателя, поиск и устранение неисправностей в коробке передач, проверка электрики и диагностика тормозов с подвеской. Всего участники должны выполнить четыре модуля. На каждый дается по одному часу. Участие в конкурсе очень нравится. Все захватывающе. Так, чувствую себя как студентом, как сам буду сдаю экзамен. Лично для меня это как бы опыт, новые знакомства. Владимир Васильев досрочно справился с заданием. В таком конкурсе педагог участвует впервые. Три недели в перерывах между занятиями приходил в мастерскую готовиться по несколько часов в день. Кстати, в числе экспертов конкурса ученик Владимир Васильев. Именно он оценивает работу своего наставника. Я его подготавливал практически. А теперь вот, поменялись ролями, он меня проверяет. Я тут неожиданно, но я думаю, это полезно, это правильно. Мы тоже, чтобы чистыми теоретиками не были руками, надо что-то уметь делать самому. А то учить, мы учим, а показать тоже надо уметь. Прошел второй день соревнований. Вчера мастера состязались знания и теории, сегодня в практике. В итоге лучший из лучших будет представлять Чувашию в конкурсе среди регионов ПФО. Юлия Важенина, Валерий Резюков, Республика. День матери. Этот праздник впервые появился в России в конце 90-х. И теперь, в последнее воскресенье ноября, мамы всей страны принимают поздравления. Как это происходило в столичном детском саду номер 8, смотрите в репортаже. Провести весь день с мамой. Что может быть лучше? Вместе с ней порукодельничать, попить чаю, придумать особый образ. Воспитание начинается с малого. Нам в этом смысле повезло, потому что у нас замечательный, чудесный детский сад, где периодически проходят вот такие чудесные мастерские для мам и дочек. И именно здесь мы приобщаем детей к миру моды, стиля, дизайна и красоты. Ребята очень старались, чтобы праздник мамам понравился. День мамы – это самый главный праздник в их жизни. Чтобы они ценили свою маму, любили и уважали ее. У Алены Кононовой два сына. Вместе с младшим Кириллом они придумали элегантный и вместе с тем дерзкий образ. Всем мамам желаю в этот день и в другие все дни быть любимыми, дарить свою любовь своим окружающим. Чтобы все было взаимно, чтобы дети радовали. Быть мамой – великий труд и большая радость. Не забудьте в этот день порадовать тех, кто подарил вам жизнь. Алена Герасимова, Андрей Спиридонов, Республика. Сделать приятное своей маме может каждый. Стартовала всероссийская акция «Парад первых лиц». Парад мам. Приурочили ее к наступающему празднику. 24 ноября в стране отметят День матери. Принять участие в акции очень просто. Для этого необходимо зайти на сайт стенапризнаний.рф, указать e-mail адреса отправителя и получателя, написать слова, передающие всю глубину чувств мамам, загрузить любимую мамину фотографию и опубликовать признание. А после запостить ее на свои странички соцсетей. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. А я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова